После реставрации алтар Святой Троицы в кафедральном костеле святого Франциска Ксаверия. Обновлением святыни занимались специалисты из Минска, а науковые доследования вели польские коллеги. И после Нового года реставрация у костеля протягнется, эксперты будут спрацевать над алтаром Мати Божией святого Розария. Наш корреспондент Вольха Капкович про велич и про гожость святыни. Драуляный алтар в фарном костеле маэстры с Польши и Беларуси реставрировали амаль два годы. Теперь, после очередной одновленных прац, он выглядит, как и 300 год тому. С початку реставраторы разобрали старожитный алтар. Кожную его деталь перебрали вручную. Следующий этап – это был обработка от всяческого рода зверушек, которые могли завестись в этом алтаре. А он уже, скажем так, тоже был очень довольно сильно уничтожен этими червячками, шашелем. Следующий этап – это был просушка этого алтара, ну и, конечно же, подготовка к покраске, к колористике и к позолочению. А прошлый раз масштабные працы с алтарами фарного костела у тымлику Святой Троицы проводили больше за 100 годов тому. И то, на приконце 19-го стагодзя, по легенде, прохожане узялись не реставрировать каштоуность, а ротовать. Тогда люди покрыли шерой масляной фарбой всю поверхню, чтобы рабоуники не зауважили позолоты. Когда казаки пришли в Гродно, прихожане боялись, чтобы они не уничтожили это, чтобы не порубили, не думали, что это цельные куски золота, потому что оно так все блестело. Конечно, сегодня тоже кажется, что это цельный кусок золота. Одинная деталь, якая одрозневая алтар того часу от одновленного – колористыка. Ранее фарный костел был целиком расписан, тому и алтары были больше насыщенными и яскравыми. Единственное, что поменялось, это его немножко колористика. 300 лет тому назад, первый раз, когда его такой покрасили, он имел такой красно-коричневый цвет, темный, насыщенный, и черные карнизы. И вся позолота была. К сожалению, сегодня мы не могли вернуться к этому цвету красно-коричневому, почему? Потому что он сегодня был бы такой кричащий в нашем храме по сравнению со всем убранством. Усяго у фарным костеле 13 алтаров. Частку уже одновили у темлику самый старый 1664 года, святого Михаила Архангела. Працы проводились и на центральном алтары, який потерпел от пожару в 2006-м. После новогодних свят эксперты протягнуть рестаурацию. На Чарзье – алтар Мати Божий, святого Розары. Вольга Капкович, Александр Бужуков, телерадио-компания «Гродно».